Истронет ТВ Истринское краеведение Медицина – услуга для Истры относительно молодая. С постройки первой больницы прошло всего 137 лет. В середине 19 века, когда Истра была в Воскресенском и состояла в Звенигородском уезде, только в Звенигороде работала больница на 20 коек с одним врачом. В 1878 году по решению Московского губернского собрания в Звенигородском уезде, как в одном из беднейших, была открыта еще одна больница. Она стала первой в Московской губернии земской лечебницей. В одной версте на северо-восток от Воскресенска нашлись такие помещения, подходящие для создания амбулатории и не требующие серьезных переделок. А именно старые здания ткацкой фабрики, купленные у купца Чикина. Во времена русско-турецкой войны здесь располагался временный госпиталь. С 1 января 1879 года в лечебнице открылся прием больных в стационар. Так началась история центральной больницы Истринского района. Тогда больничное здание было деревянное, двухэтажное. Аптека, кабинет врача, даже родильное отделение, квартиры для докторов, акушерки, фельдшеров, прислуги. Это первый этаж. На втором лежали больные. 7 мест предназначалось для женщин и детей, 7 для мужчин, одно место для рожениц. Больница должна была обслуживать почти 12 тысяч человек. Один больной обходился примерно в 14 копеек ежедневно. Самые распространенные заболевания от того времени – сифилис, ревматизм, кивс, карлатина, корь. Лечебница была постоянно переполнена, денег на обслуживание не доставала. Несмотря на все трудности, больница пережила революцию, войну, закат Советского Союза и на сегодняшний день является крупнейшим лечебно-профилактическим центром во всем Истринском районе. Продолжение следует...